Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Надеюсь, что вам на фоне не слышно музыку, которая играет у меня из окна. То есть окно я закрыла, но все равно слышно. Это ресторан, который находится недалеко от моего дома. Почему-то они включают музыку настолько громко, что слышно даже в моей комнате. Ну да ладно. Итак, сегодня у нас Макдональдс. Я очень соскучилась по Маку. Я его просто обожаю. Мое сердце просто отдано Макдональдсу. Здесь у нас Макнаггетс, десертик. Я приготовила чай. Здесь тост с сыром и мой любимый Макчикен. Поедем и барбекю соус. Он, кстати, шел в подарок к этим наггетсам. Давайте начнем с наггетсов, что ли, с моих любимых. Они горячие, мне доставили очень быстро. Я уже накрашенная была, сидела, ждала, когда уже мой заказ прибудет. Сегодня была бесплатная доставка. Я решила воспользоваться. Вообще, у них время от времени бывает 20% скидка на весь ассортимент. Так получается намного выгоднее даже заплатить за доставку, но 20% скидка. Но когда такое бывает, у них столько заказов просто не получается заказать. Не знаю, как вам, например, если сравнить бургеры в Маке и в KFC. Мне больше нравятся в Маке. Они сочные. Я помню, когда первый раз пошла в Мак, мне не понравилось. Но потом это как зависимость. Тебе уже нравится. Вчера до трех часов ночи я смотрела Евровидение. Выиграла Украина. Я вас поздравляю от души. Все остальные участники тоже были очень достойные. Мне и Молдова понравилась. Мне и Польша понравилась. И Азербайджан отлично выступил. Но надо уметь проигрывать. Кто-то проигрывает, кто-то выигрывает. Песня Украины была просто зажигательная. Некоторые писали в комментариях, что слова непонятны. В том плане, что они не на английском. Я за последние, не знаю, два месяца, мне кажется, уже начинаю учить украинский. Я смотрела блогером. Она снимала раньше на русском. А сейчас резко перешла на украинский язык. И как вы думаете, Айка перестала ее смотреть? Нет, конечно. А я уже начала понимать украинский. Но так выступления все были классные. Единственное, за кого мне было немножко обидно, это за Германию. Германия не получила ни одного балла. Ноль. Была на последнем месте. Это, наверное, обидно, когда у тебя такой антирекорд. Наш участник Азербайджан очень талантливый. Вообще, я заметила, что у нас по большому счету вообще в Азербайджане музыка не развита. То есть у нас нет суперклассных исполнителей. Но когда Евровидение, такие классные песни, такие крутые исполнители. Просто молодцы. Вот кто занимается организацией у нас в Азербайджане Евровидение, тому вот низкий просто поклон. Молодцы, ребята. Всегда представляют страну офигенно. Вот в прошлом году была девочка Эфенди. Мне настолько понравилось, как она выступила. Эти танцы, зажигательно. То есть постарались. Наггетсы надо было больше заказывать. Я еще не выздоровела. Вчера я целый день лежала. Потом решила, сколько можно лежать. Решила переделать ноготочки. И заодно от и до процесс показать вам. Как это обычно в ТикТоке делают. В общем, от и до поэтапно. Показать не то, что во влоге, просто кусочками. Там результаты, вот в конце что-то. А вот каждый этап. Как я делаю. Хотя у меня еще не так сильно отросли. Моим ноготочкам всего 3 недели. Для меня это маловато. Но все равно, так как вчера у меня было в таком состоянии лицо, я решила, что мукбанг все равно я снимать не буду. Хоть что-то по делу. Как-то отвлеку себя. Потому что температура как-то не по себе была. У меня проведать пришел мой братик. С фруктами и вкусняшками. Ну, в общем. О чем я говорила? Рассказка про кое-что другое вспомнила. Сразу так настроение испортилось. Но очень. Я решила сделать ногти. У меня подвел мой аппарат для коррекции. Это мой косяк, что он испортился. Дело в том, что когда я его запихиваю в этот небольшой контейнер, он туда не помещается. Я вот так вот его сжимаю. И там вот эта проволока, она облом образовался. В общем, не получилось сделать ногти. Но у меня нигде сколов не было. Все держится просто идеально. Я могу чуть позже сделать ногти. Не проблема. Прямо я решила полежать, полистала в тиктоке ленту. Нашла рецепт. Рецепт классного тортика в тиктоке. Мне нужны были ингредиенты. А там у нее ингредиентов нет. Я посмотрела в описании. Там написано, переходи в мой инстаграм. Там есть рецепт и все ингредиенты. Я подписываюсь на ее инстаграм. Подписалась. Инстаграм у нее закрыт. Приняла она меня. Нахожу в ее ленте этот рецепт. И там внизу написано, что подробное количество ингредиентов будет в моем телеграм-канале. Я человек терпеливый. Подписалась на ее телеграм. Телеграм тоже у нее закрыт. Надо вступить. Она потом приняла меня. И наконец-то через, не знаю, 2 часа усилий нашла количество ингредиентов. Там просто как мы в инфобоксе оставляем подробное количество. У мамы тоже дома не было. Я решила готовить. И в общем, я приготовила. У меня нифига не получилось. Просто не поднялся. Бисквит не поднялся. Вот. Потом пришла мама. И мама мне сказала, что почему-то не добавила разрыхлитель. Почему-то открывала каждый раз духовку, когда это все готовилось. Я поняла, что очень много тонкостей. Просто она не сказала. Я потратила время. Я потратила продукты. Ой. Вот. В ютубе такого нету. В ютубе кулинары до мелочей, до подробностей. Все, все тонкости рассказывают вам. Показывают. А в тиктоке нам кажется, что это просто добавили. Это, это, это перемешали, засунули в духовку. И получилось вау. Да, на самом деле это так не работает. Я вот что поняла. В приготовлении любого блюда, особенно в выпечке, очень много тонкостей. Я просто блокнула этого блогера. И что? Теперь буду рецепты искать только в ютубе. В ютубе сколько раз не находила рецепты, не готовила, все всегда получается. И они объясняются всеми тонкостями, подробно, понятно, показывают. В общем, разочаровалась. Вообще меня раздражает, когда блогер говорит, например, продолжение в моем инстаграме. Она в инстаграме, например, выкладывает свои ногти, к примеру, да. Она выложила в инста-историю. А я это видео видела через 3-4 дня, когда этой инста-истории уже нет. Я, получается, подписываюсь на ее инстаграм, чтобы наконец-то посмотреть конец этого видео. Раздражает, когда тебя миллион раз перенаправляют туда-сюда, туда-сюда. Будет человеком, покажу до конца, да. Или еще что меня раздражает. Например, магазин, интернет-магазин показывает товар, показывает пигментацию, там, не знаю, еще что-то. Ну, скажи-то сразу и цену тоже. Или я в Ютьюбе увидела рекламу. Там новый комплекс строится в центре города. Ну, типа там 20 лет, ипотека и все дела. Просто решил поинтересоваться, сколько это все стоит. Почему нельзя сразу в этой рекламе указать процентную ставку? Указать стоимость квадратуры. Например, сколько стоит один квадрат? Ну, такие элементарные вещи. Потому что, позвонив, я все равно об этом, обо всем узнаю. Логика. В чем логика? Ну, там, типа, беспроцентный кредит. Но суть в том, что проценты уже внутри. Так что невыгодно вообще. Строительство, причем, только начинают. Непонятно, когда они это все закончат. В общем, целая история. По-любому, позвонив, узнав все эти подробности, я как бы, ну, не буду у вас ничего покупать, да? Понятное дело. Так почему же сразу не указать все это, чтобы ни вы не теряли свое время, ни я не теряла свое время? Или вот это вот в магазине. Не снимайте. Магазин – это общественное место. Почему нельзя снимать? Многие думают, что я за укупку продукта всегда снимаю в Брау, потому что Брау мне доплачивает. Нет, просто это супермаркет, он офигенный. Офигенный в том плане, что, например, ты смотришь какую-то технику у них там. Никогда консультант не подойдет и не скажет, чем вам помочь. Может, я вам помогу. Он где-то будет стоять в 5-7 метрах и просто ждать, когда его позовут. Это очень удобно, комфортно, ты себя прекрасно чувствуешь. Не знаю, как вам, мне лично не по себе, когда, как только я захожу, сразу консультант спрашивает вам чем-то помочь, что вы ищете. Когда консультант как-то на Зоя или вам влияет на меня, в конце я что-то покупаю. И порой вообще ненужные вещи. Нужно уметь говорить нет. Я, например, девушке не вернула деньги за платье, точнее, не вернула платье, которое она купила 6 дней назад у меня. Я научилась говорить нет. Да, все хорошеньким не будешь. Вот я кушаю, прям кайфую от того, что я ем. Давно не кушала мак, давно не ешь. Это прям кажется деликатесом. Вид у меня, конечно, не очень. Два дня лежала, у меня была температура. Сейчас уже более-менее. Вообще я редко болею. У меня такой свой иммунитет хороший. Сегодня уже надо сесть и начать снимать бумажные видео. По крайней мере, коллекцию приготовить. Значит, горячий чай. Как зафиксируйте. Банк. Смотрите продолжение в следующей части. Надеюсь, вам не слышно музыку, которая у меня прям под домом играет во всю катушку. Эту квартиру обязательно надо продавать зимой, когда нет этой музыки. Кто-то услышит, скажет, что за хрень. Иногда какая-то грустная музыка играет. Хочешь, не хочешь, у человека настроение портится. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Всех люблю. С вами была Айка. Пока.